приветствую вас уважаемые зрители сегодня у меня вот такое вот новое устройство это прототип прибора учета в таком вот корпусе подобный корпус я вот использовал для расходомера жидкости вот это автономное устройство которое может считать расход воды либо любой другой жидкости вот сюда подключается внешняя периферия здесь есть органы управления соответственно сюда все выводится что устройство полностью автономно работает от батареек также есть возможность подключать внешнее питание от 6 до 24 вольт значит тут значит здесь есть таймер который через пять секунд отключает устройство он засыпает для экономии значит батареек вот переключаем экраны здесь есть архив по месяцам есть некоторые настройки ну и собственно вот экран главный где есть значит дата время и расход вот мы сейчас значит подключу сначала покажу значит на своем примере как у меня это работает а потом более подробно по меню пройдемся здесь у меня находится фильтр очистки воды фильтр тройной тройной очистки водичка у нас грязная в основном накипь у нас образуется в чайнике и соответственно приходится периодически менять фильтра вот как раз сейчас по моей по мониторию значит насколько хватит одного такого фильтра что у меня здесь вот там вот тройничок стоит этот вот холодной воды значит идет на вход фильтра и значит с выхода фильтра этого вот здесь по выходу сначала стоит вот такой датчик потока он состоит значит там геркон и магнит то есть если вода пошла замыкается геркон получается контакт дальше есть такой вот датчик расхода и дальше уже идет водичка чистая значит на кран вот сюда поместил устройство для наглядности удобства вот сам кран с чистой водой смотрим сейчас все показания обнулил все по нулям у нас открываем воду видно вот вода начала отмеряться ну если я включил экран пока вода бежит он будет показывать не отключится можем отключить все воду отключили и экран потухнет сейчас кран потух смотрим замарк 03 вот здесь все по 03 везде значит этот есть настройки кратность можно либо 01 то есть 100 миллилитров либо один литр выставить импульс и соответственно под датчик расхода который стоит за сегодня 03 за март 03 общие фильтр и здесь я выставил значит фильтр который вот как раз таки там эти показания все можно обновлять либо больше либо меньше сделать но об этом чуть позднее так вот видно да у нас сейчас он уснет мы значит открываем воду набираем некоторое количество отключили включаем вот видно уже 05 набралось так опять включил водичку вот 07 бежит отключим 08 включилась 08 сейчас посмотрим значит на меню этого устройства значит эта кнопка мы переключаем значит скажем так между экранами это главный экран значит следующий у нас идет архив так архив с января по июнь и тут с июля по декабрь соответственно за каждый месяц сохраняет здесь есть настройки сразу посмотрим по настройкам значит переключаемся кратность можно выставить либо единицу либо 01 как я уже говорил либо по 100 миллилитров либо по одному литру отсчитывать дальше идут значит импульсы мы их выставляем зависимости от того какой датчик будет использоваться необходимо калибровать соответственно здесь можно значит скорректировать сколько у нас было за сегодня прибавить убавить вот ну вообще я думаю наверное эти настройки лучше убрать либо сразу делать чистое обнуление чтобы значит не было каких-то неточностей в дальнейшем значит а вот здесь здесь я сделал значит фильтр который вот как раз таки я буду менять соответственно например я его сегодня поставлю и необходимо значит его выставить будет это назначение нам в ноль так вот в ноль поставили и все и он значит начинает нам отсчет затем когда значит у нас мы посмотрим что вода стала уже не достаточно хорошо фильтроваться посмотрим на это значение в принципе можем запомнить и будем примерно потом мониторить уже следующий фильтр соответственно сколько осталось там ресурса этого фильтра ну может таким образом в принципе фильтр смотреть насколько хорошо чистят в зависимости от того какие там заданные характеристики ну и какая вода вот значит переходим следующее меню главный экран скажем так значит вот этой кнопкой можно значит настроить часы переключаемся ниже часами соответственно здесь дату можно настроить больше меньше вот мы настраиваем апрель это март весна год и здесь вот есть еще число месяца это архив у нас идет это архив он идет значит независимо сохраняется с первого по тридцать первое число сделан не совсем значит скажем так корректно то есть если сейчас март значит сейчас например тридцать первое марта да то соответственно он сохраняет сейчас засыпает он если нажимать так опять надо дойти до него так тридцать первое вот у меня тут что-то 07 где-то было сохранено вот 30 2 и 3 было 29 2 и 5 ну вот так по сохранял кое-где значит то есть но принцип действия его какой например если сегодня 10 марта то с 1 по 10 он сохранил мартовские значения вот а если я его феврале еще использовал то соответственно с 11 там по 30 или там 31 28 февраля будут февральские показания то есть с 1 по 31 идет перезапись каждого месяца вот ну принципе чтобы не путаться от этого можно отказаться вот это я так для себя больше все сделал вот по большому счету необходимо значит сколько за месяц да и и общее количество значит жидкости считать вот но это не окончательный вариант данного устройства пока он находится еще в стадии скажем так активного тестирования разработок доработок поэтому у кого есть какие-то предложения пожелания то прошу пишите на почту значит помимо значит этого в дальнейшем но не знаю когда будет думаю что реализовано значит вай-фай к нему значит прикручены дальше уже там различные либо значит можно будет выходить через интернет смотреть показания ну и тому подобное на этом все